В администрации района состоялась заключительная торжественная сессия депутатов 4-го созыва. Народные избранники рассмотрели 4 вопроса повестки дня, по которым вынесли единогласные решения. Кроме того, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев подвел итоги пятилетней работы представительного органа. Сегодня в 45-й сессии Совета народных депутатов завершается деятельность Совета народных депутатов 4-го созыва. Это, как правило, время подведения итогов. Я сегодня хочу вашему вниманию представить краткую информацию об основных направлениях деятельности Совета народных депутатов Кашкаба из Крым за 5 лет прошедших. Депутатский корпус района 4-го созыва был формирован 10 сентября 2017 года. Рекционный состав составил из трех партий. Единая Россия, Коммунистическая партия, Либеральная демократическая партия России, а также сторонники партии Единая Россия. На этом моменте, своими словами, я хочу сказать, знаете, мы все проработали на одном дыхании, все тоже понимали, как бы мы не различали, то есть пол партии, как бы делали все вместе одно и прочее дело. Учительство районного Совета народных депутатов составило 23 человека. В течение созыва, к сожалению, в досочной практике, по-моему, очень депутат района Совета ушел из жизни наш друг, товарищ, уроженец Олка Шабель, а я жену Кавзаматского пенича. Ну, это действительно был очень достойный парень. Это, как говорится, вечная память ему. Это была большая потеря для депутатского корпуса, для родных, близких, для всего района. Прошедшие пять лет Совета народных депутатов были посвящены одной цели – развитию района и улучшению качества жизни жителей нашего района. В соответствии с законодательством, одной из основной задач депутатов явилось формирование необходимой правовой базы для решения вопросов местного значения. В течение текущего четвертого созыва, с учетом сегодняшней сессии, было проведено 45 заседаний Совета народных депутатов. Рассмотрено и принято 314 решений, из них 166 нормативно-правового характера. Также зачеты приняют 7 раз на силе изменения в уставе муниципального звания Кашхабыск-Крым. Данные изменения вставки были обусловлены изменениями федерального и регионального законодательства. Деятельность Совета народных депутатов, как и ранее, проходила в тесном конструктивном сотрудничестве с главой района, администрацией, районно-контрольно-счетным органом, избирательной комиссией, главами сельских поселений и прокуратурой. И основана на взаимопонимании и достижении конкретной цели – улучшении качества жизни жителей нашего района. Благодаря этому общественно-политическая ситуация в районе остается стабильной, это положительно оказывается на социально-экономическом развитии района. Также по всем возникающим вопросам мы всегда находили взаимопонимание с центральной районной больницей, газовой службой, пенсионным фондом, электрическим сетями, социальной службой района. Деятельность Совета народных депутатов руководится с нормами федерального регионального законодательства, уставом муниципального образования Кашкабельского района и планом работы Совета народных депутатов. В рамках осуществления контрольной функции и в соответствии с действующим законодательством Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабельский район ежегодно заслушивал вопросы принятия и расходования районного бюджета. Отчеты главы муниципального образования Кашкабельского района, отчеты председателя контрольной счетной палаты муниципального образования Кашкабельского района. Принимали решение по оценке деятельности администрации района. Заслушали и утверждали отчеты по социально-экономическому развитию района и задачах на Новый год. Отчеты руководителя муниципальной администрации России Кашхабльской о состоянии преступности и благотворного оперативно-служебного деятельности. Вся информация Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльской о, была размещена на сайте администрации муниципального образования Кашхабльской о. Раздел Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльской о, всегда находился в актуальном состоянии. Имеется вся необходимая информация, которая обновляется после каждого заседания совета. Работа с сайтом велась в планомерном режиме. Раздел в своевремене пополняли новые решения, планы работ, обновлялась информация о сведениях о доходах депутатов за отчетный период и иная информация. От имени депутатского корпуса выражаю славу и благодарность в первую очередь главе муниципального образования Кашхабальского района Хамедзову Завросковичу, заместителям главы администрации, начальникам отдела управления администрацией, главам сельских поселений, депутатам сельских поселений, общественным организациям районов, коллективам газет и Кашхабальскому телевидению за тесное и конструктивное сотрудничество нашей общей работы на благо жителей. Депутатам райсовета 4-го СССР хочу сказать огромное спасибо за то доверие, которое вы оказали мне, избрав представителям райсовета. В своей работе всегда старался его правдать. Мне легко было работать с таким составом, который никогда меня не подводил, доверял каждому выносимому на сессию проекту и поддерживал все исходящие инициативы. Некоторые из вас приняли решение избираться в следующий состав райсовета. Некоторые больше не избираться. Как бы ни сложилась ваша судьба, вам еще долго будут обращаться жители района со своими насущными проблемами. И вас еще долго будут интересовать все новости в достижении района. Запомните, депутата бывших не бывает. Каждому из вас хочу пожелать, прежде всего, здоровья, счастья, благополучия. Вы все в жизни уже состоявшиеся люди, уважаемые в своих родах, населенных пунктах. Пускай в жизни вас ждут еще много хороших дел на благо жителей нашего района. Глава муниципалитета Заур Хамирзов, в свою очередь, поблагодарил депутатский корпус за плодотворную деятельность на благо района. Хотел бы поблагодарить всех вас, я говорю, искренне. Вот согласие исполнительной и представительной органов власти, это очень многого значит. Когда есть понимание, взаимоуважение и общая работа, все получается. Я считаю, что у нас все получается, идет крупное строительство, участвуем во всех муниципальных, федеральных, региональных программах. Я искренне считаю, что это наша с вами общая заслуга. Еще раз хотел бы выразить славу обладательности всем присутствующим депутатам и депутатам, которые всего разных причин сегодня не могут присутствовать на последнем заседании. Пожелать всем крепкого здоровья, удачи, успехов. По завершении официальной части сессии состоялось награждение депутатов за добросовестный труд в органах представительной власти, безупречное исполнение депутатских полномочий и личный вклад в социально-экономическое развитие Кашхабрского района. Почетные грамоты были выручены присутствующим на мероприятии парламентариям. Работа депутатов и их вклад в развитие нормативно-правовой базы района также были отмечены на региональном уровне. Троим представителям депутатского корпуса были вручены благодарности Госсовета Хаса Республики Адыгея.